Де-юре С новыми поправками в законе о налогообложении эта процедура стала менее трудоемкой и предприниматели, которые откладывали ликвидацию, поспешили закрыть предприятие. В связи с этим сократилось и количество неработающих, но числящихся в реестре налогоплательщиков компаний. Теперь налогоплательщики погашают свои задолженности без штрафных санкций, а список необходимых для закрытия предприятия документов существенно сокращен. Для ликвидации ИП и директорного предпринимателя необходимые документы – это налоговые заявления, удостоверение личности, свидетельство ИП оригинал. В течение 30 рабочих дней без проведения налоговой проверки, то есть налоговые органы на основании налогозаявления проводят камеральный контроль. В случае выявления по результату камерального контроля нарушения или обязательства по оплате налогов, поставляется уведомление налогоплательщику для самостоятельного устранения нарушений. В этом году внесены изменения и в процедуру банкротства, которая могла тянуться годами. Изменен алгоритм проведения и признание предпринимателя неплатежеспособным. Данный процесс применяется в случаях, когда предприятие не способно функционировать из-за отсутствия денежных средств или не покрывает долги и кредиты. Также ужесточен контроль над преднамеренным или ложным банкротством. Раньше кредитор либо сам должник обращался в суд, после этого признавали его банкротом. А теперь с новым законом, который вышел 26 марта 2014 года, назначается временный управляющий. После этого он проводит финансовый мониторинг, анализ, после его заключения признается должным банкротом, либо отменяется его банкротство. Для того, чтобы избежать штрафных санкций, необходимо своевременно обращаться в уполномоченные органы. Сейчас эту задачу облегчает интернет. Узнать о задолженностях или их отсутствии в любое время можно, не выходя из офиса. На сайте налогового департамента.